Вчера на вечернем молитвенном собрании одна из сестер поделилась информацией о том, что к ним в общину приедет высокопоставленный служитель с целью убедить членов церкви не покидать города. И показать на основании трудов Духа Пророчества, что эта весть, которую проповедуют сегодня некоторые адвентисты, помимо официальной позиции адвентистской организации, не для сегодняшнего времени, а значит, эта весть ложная и не от Бога. Она просила молиться, чтобы Господь проявил свою славу в этом вопросе и сам лично вступился за истину. Конечно же, мы так и молились, но сегодня с утра, размышляя над Словом Божьим, Господь мне напомнил этот вчерашний разговор и дал некоторые размышления по этому поводу. Я хочу сразу же поделиться ими с вами. В этой информации, которую сказала сестра, меня обрадовало то, что весть о покидании городов проникает во многие общины, раз администрация начала двигаться в этом направлении, чтобы предостеречь общины о ней. Хотя она и называет эту весть ложной, но она все-таки начала двигаться. Мне, как верующему человеку, тяжело понять мотивацию администрации и руководства нашей организации. Хотя, конечно же, и у меня, как и у всех вас, есть предположения, почему они так делают, почему они так поступают. Здесь несколько причин. Ревность, гордость, деньги, страх и слепота. О том, чтобы покидать города, говорят не просто современные Божьи истинные служителя, но об этом не раз предупреждала вестница Господня, руководимая тем же Духом Святым. И причем очень настойчиво предупреждала. Читаем. Более подробно об этом призыве и о многих подобных последовательности по годам есть тема на канале «Слуги ничего не стоящие» под названием «Осада». «Покидайте города», где как минимум четыре проповедника говорят об одном и том же, используя труды Духа Пророчества. Обязательно пересмотрите. Я не планирую сегодня повторять эти темы, чтобы поддержать вашу ленность, братья дорогие, в том, чтобы самим поисследовать уже готовый материал. Ведь мы должны понимать с вами, что дело потопающих в руках самих потопающих. Посему вначале я поделюсь сравнительным анализом жизни в городах и селах. Итак, жизнь в городе. Что мы там можем приобрести? Суету, шум, возню, крики, звон трамваев, троллейбусов, автобусов, спешка, давка, пробки, нехватка времени, сиящая работа, хроническая утомляемость, хроническое депрессивное состояние, реклама мерзостей всяких, проституция, наркомания, алкоголизм, садомия, повышенная аморальность, повышенная атака химтрейлеров, повышенная атака людей в белом со шприцами, антисанитария, загрязненный воздух, недостаточа кислорода, учащенное сердцебиение, одинокость среди толпы, чувство ненужности, чувство оставленности, железобетонные клетки для существования, но не для жизни, ночное небо в уличных фонарях, затмевающих звезды и много-много другого. Что можно перечислять в таком контексте? Но самое главное, что на такую жизнь в городах нет Божьей воли. А в чем особенности сельской жизни? Что она нам приносит? Она нам приносит чистый воздух, открытое солнце, зеленая природа вокруг, пение птиц, веяние тихого ветра, что напоминает нам влияние Духа Святого, звездное ночное небо, покой, размеренность жизненного ритма, больше свободного времени для чтения Слова Божьего, для молитвы, для размышлений. Мы имеем размышления с Богом в тишине. В селе мы также приобретаем чувство удовлетворения жизнью, исследования Его Слова на примере окружающей природы. Экологично чистые продукты, овощи, фрукты, ягоды, такие как помидоры, огурцы, баклажаны, капуста, вишни, черешни, груши, сливы, яблоки, шелковица, виноград, разные соки, салаты с чистой зелени, ягоды, разные соки, из фруктов, из зелени, салаты с чистой зелени, ягоды разных растений, звук пчел, целительная роса на траве, сладость сельских утренних и вечерних часов, чистая вода и в родниках, и в колодцах, и озерах, речки, пшеничные поля с пением жаворонков и, наконец, труд на приусадебных участках с эффектом исцеления как физического, так и душевного. И самое главное, сельская жизнь имеет великие благословения, и в этом воля Божья и Его поддержка. Вестница Господня также говорит о том, что городская жизнь – это не Божий план. Я не буду зачитывать все цитаты, чтобы сократить время, я буду зачитывать только основные, ключевые слова. Дух Святой через нее говорит, что жизнь в городах фальшива и неестественна. В городах открывается дверь для тысячи пороков, которые имеют над молодежью почти непреодолимую власть. Вот посему сегодня наши дети не в церквях, а не в мире, потому что именно городская жизнь своей порочной жизнью воспитала их характеры для уничтожения. Городская жизнь также отвлекает от трезвых обязанностей жизни. В намерение Божье не входило, чтобы люди скапливались в больших городах. Бог желает, чтобы мы наслаждались сельской жизнью, где есть прекрасные пейзажи, прекрасные звуки. И чем больше мы приходим в гармонию с первоначальным Божьим замыслом, тем более благоприятными будут наши возможности для сохранения здоровья тела, ума и души. Дальше она говорит, что дух промедления в этом вопросе смертельно опасен. Божья Вестница призывает родителей удалиться из городов, чтобы спасти своих детей. И приводит пример Лота и его семью. Если бы Лот поспешил, как того желает Господь, то его жена не превратилась бы в соляной столб. Лот слишком медлил. Давайте не будем уподобляться ему. Тот же самый голос, который увещевал Лота покинуть садом, повелевает нам и сегодня. Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому. И люди, которые повинуются этому предостержению, найдут в себе убежище. Лот ступал по равнению неохотно и медленно. Он столь долгое время общался с делателями зла, что не мог видеть угрожающие ему опасности до тех пор, пока его жена навсегда не осталась стоять соляным столпом на равнении. Дорогие братья, чем больше вы находитесь в городской суете, тем больше вы убеждаетесь в том, что весть о покидании городов, она неэффективна и она не Божья. «Посему вспоминайте жену Лотову, говорит Господь, это значит, помните о том, что Лот также медлил, и практически вся его семья погибла, потому что его дочери также сделали содомский грех с их отцом, за что их дети впали под проклятие. «Посему, дорогие, вспоминайте жену Лотову и не будьте Лотами. Убегайте тогда, когда услышали эту весть. Во всяком случае, двигайтесь в этом направлении». Еще дальше серьезные заявления. Души детей в обмен на беззаботность и комфорт. Братья, неужели вы продали своих детей на этот комфорт и эту беззаботность? «Господь послал нам предупреждение и совет уходить из городов, особенно ради детей». Она много об этом говорит. Ради детей. Оставляйте города. Ради детей. Ради формирования их характера. Дальше Дух Святой через Вестницу Господню говорит, что на сотню семей не найдется и одной, которая, проживая в городе, совершенствовалась бы физически, умственно или духовно. «Услыши, услыши, дорогие мои, эту весть. Если вы хотите выстоять при угрозе начертания зверя, вам просто необходимо покинуть города. Потому что, как утверждает Дух Святой, вы не сможете стать совершенными, чтобы выстоять в этом противостоянии. Потому что веру, надежду, любовь и счастье можно гораздо лучше обрести в уединенных местах среди полей, холмов и деревьев. Заберите своих детей от звука и зрелищ большого города. Тогда вы сможете намного легче запечатлеть в их сердцах истины Божьего Слова. А я добавлю по контексту и своих тоже. В городах дело созидания характера будет в десять раз труднее проходить как для родителей, так и для детей. А вспомните, дорогие, опыт Даниила. Именно в десять раз он с его товарищами были мудрее всех остальных. Последуйте примеру Даниила, дорогие. Возможно, эта весть для вас будет в последний раз звучать. Не проигнорируйте ее. И ради детей она снова призывает. Уходите из городов. Вот моя весть для воспитания наших детей. Уходите из городов ради ваших детей. Ради воспитания и спасения ваших детей. Цель сатаны – привлекать мужчин и женщин в большие города. Поэтому он изобретает разного рода новшества, развлечения, возбуждения, работы разные. Не считайте, говорит Дух Пророчества, лишением, если вы призваны оставить большие города и переехать в сельскую местность. Это не лишение, это не жертва. Это благословение. Именно на природе, именно в селе вам будет легче преобразиться в образ Христа. Дальше снова говорит. Вот мое предупреждение. Избегайте городов. А дальше дается наставление пасторам, служителям, учителям субботних школ, учителям разного уровня. Наставляйте наш народ уезжать из больших городов в сельскую местность. Дорогие мои братья, скажите честно, вы сегодня на протяжении года, двух лет, трех лет, вы слышали хотя бы единственную проповедь, наставляющую вас уезжать из больших городов в сельскую местность. Из-за кафедр вы точно этого не слышали. И меня страшит моя убежденность. Да, в интернете, на некоторых каналах вы это слышали. Но за кафедрой, к сожалению, эта тема под табу. Посему сегодня и разъезжают некоторые служители, безответственные служители, которые являются наемниками, разъезжают с проповедями о том, что весть о покидании городов – это ложная весть. Они проповедуют вам, что сидите в городах, чтобы не было сбоя в десятинах ваших. Вот их цель. Посему не слушайте их, слушайте Господа и двигайтесь за Ним. Следующая цитата. «Уезжайте из городов! Уезжайте из городов! Это весть, которую давал мне постоянно Господь!» Таких цитат много. Как видим, дорогие братья, даже из-за этих цитат, из-за этих немногих цитат, «Божья весть к своему народу такова – уезжайте из городов!» И она была актуальна уже во времена жизни Вестницы Господней. Но почему народ Божий игнорирует этот важный призыв? Причин здесь множество. Но главные из них я назову. Первая причина – это недоверие к трудам Духа Пророчества и игнорирование ими. Вторая – это доверие религиозным вождям, умалчивающим об этой срочной и актуальной вести. Я подозреваю, что многие из них, тех, которые проповедуют, что не время покидать города, они имеют дом в сельской местности, ну так, на всякий случай. Третья причина – это желание жить в развратных и имеющих многие перспективы и возможности для комфортного существования в городах. Четвертая причина – страх предтрудностями. Предтрудностями что-то поменять, предтрудностями сельской жизни. Здесь не надо бояться, потому что мы доверяем Господу. А Он сказал, что Он сможет нас поддержать, потому что это Его весть. Пятая причина – недоверие Богу и Его истинным вестникам, провозглашающим эту весть. А недоверие может быть по разным причинам. Одна из главных причин недоверия этим вестникам – это то, что пастора настраивает церковь против этих вестников и их вестей. Вот если этот пастор приедет в эту общину и будет проповедовать на основании духа пророчества о том, что не время покидать города, чем же он будет мотивироваться? Чем вообще мотивируются такие пастора с такими ложными вестями? Я вам скажу, что существует единственное, внимание, единственное высказывание духа пророчества о том, что мы будем призваны покидать города после воскресного закона. То есть получается, что пока нет воскресного закона, значит, это весь не актуально. Вот эта цитата, где написано «Недалеко то время, когда, подобно первым ученикам, мы будем вынуждены искать убежище в пустынных и уединенных местах. Как осада Иерусалима римскими войсками была сигналом к бегству для иудейских христиан, так и принятие в нашем государстве указа об обязательном соблюдении Папской субботы будет предупреждением для нас». И она говорит «Тогда наступит время покинуть большие города, прежде чем покинуть меньшие». Как же так? Во многих изречениях, которые мы читали выше, Дух Святой через эту же вестницу взывает к народу Божьему к тому, чтобы срочно покидать города. А в этом, замечу, единственном изречении он говорит, он, Дух Святой, говорит, что это время в недалеком будущем, то есть после издания воскресного закона. То есть принятие указа о воскресном законе в Америке будет серьезным сигналом к бегству. Это да и аминь. Братья, исследуя эту тему не один раз, еще раз говорю, не один раз, я не нахожу противоречия в этих высказываниях в Вестнице Господней. Потому что эта цитата была написана в 1885 году. И в ней говорится, что настанет время. А вот в последующих годах Господь говорит, что время уже настало. Улавливаете, в 1885 году Дух Святой говорит, что настанет время. Он говорит, что вскоре настанет время после издания воскресного закона. А в последующих годах Господь уже говорит, что время уже настало. Значит, воскресные законы должны были иметь свою силу в Америке. Почему же такой поворот в призывах? Сразу скажу, что в 1888 году, то есть через три года или через три с половиной года, сатана уже изготовил воскресные законы. И в некоторых штатах Америки они уже применялись. И в этом году, в 1888 году, Алонзо Джонс, как хороший адвентистский историк, под вдохновлением Духа Святого, выступил в Конгрессе Соединенных Штатов против этого беззакония, и Бог продлил милость для своего неприготовленного народа. Воскресные законы были временно приостановлены. Но народ Божий, вместо того, чтобы внять выпрошенной милости для них, начал медлить, исполнить дальнейшие указания Бога в том, что уже пришло время для того, чтобы покидать города, потому что воскресные законы уже были изданы. И вот посему Вестница Господня и начала дальше предупреждать усиленно, чтобы народ Божий в срочном порядке покидал города. Но, как ни странно, эту весть услышали только спустя много десятилетий. И Генеральная конференция, вдохновленная Духом Святым, издала брошюру «Сельская жизнь», где они четко высказали свою позицию о непреложности побега из городов на основании предупреждения Духа Святого. Вот что они написали в начале этой брошюры. «Брошюра «Сельская жизнь» вышла в свет, в ответ, внимание, на твердое убеждение руководителей церкви, что настало время снова повторить призыв «Прочь из больших городов» и подпись «Попечители литературного наследия» Елен Гармен Уайт. Вот это была истинная Генеральная конференция, которой коснулся Дух Святой. Эти пасторы под влиянием Духа Святого действительно заботились о своей пастве, что не скажешь о последующих конференциях. И особенно о последней конференции, имею в виду Генеральной конференции. Сегодня подобные призывы вообще не звучат. И более того, они даже запрещены. Даже более того, они называются ложными. Вот такая сегодня манипуляция цитатами Духа Пророчества происходит в нашей деноминации. Теперь давайте сами проследите по годам высказывания Вестницы Господней по этому поводу о покидании городов. Вот эта цитата, которая покрывает сегодня жизнь в больших городах, была написана в 1885 году. Но после того, как уже воскресный закон был издан, и Господь по своей милости его отложил, в 1894 году Вестница Господня написала другое, что дело созидания характера будет в 10 раз труднее проходить как для родителей, так и для детей. Именно в городах. Как народ, соблюдающий Божьи заповеди, мы должны оставить города. Это 1899 год. В 1903 году она говорит, что «Наставляйте наш народ уезжать из больших городов в сельскую местность. Это свет, который мне дан». Это не ее прихоть. Это свет от Бога. На следующий год она говорит, что снова и снова Господь наставлял, что ныне нам следует обратить внимание на снова и снова повторяющиеся наставления. Уходите из больших городов в сельские районы. Убегайте, братья. Убегайте. Где вы можете быть свободны от вмешательства врагов. 2019 год и последующие годы нам показали, что жизнь в сельской местности была намного проще. И там намного меньше было вмешательств людей в белых халатах. 1905 год, снова через год. Она снова говорит, что Господь послал нам предупреждение и совет уходить из городов. Неужели беззаботность и комфорт и удобство могут быть сравнимы с ценностью душ ваших детей? Это вопрос Бога через вестницу Господню. Дорогие родители, неужели ваша беззаботность, ваш комфорт и городские удобства могут быть сравнимы с ценностью душ ваших детей? Если да, тогда вы потерянные родители и дети ваши потеряны. В этом же 1905 году она снова говорит, на сотню семей не найдется ни одной, которая, проживая в городе, совершенствовалась бы физически, умственно или духовно. Посему городские жители, они практически не готовы к трудностям, а значит они падут. И я не боюсь, дорогие мои братья, сегодня заявить о том, что те, кто сегодня проповедует, что время покидать города еще не пришло, и что это ложная весть, тогда они участвуют косвенно или прямо во многих смертях членам церкви и их детей. К сожалению, я вижу это только так. И если вы также умалчиваете об этой истине, тогда вы также участвуете в этой мерзости. И на следующий год Вестница Господня снова говорит, уезжайте из городов, уезжайте из городов. Мы должны с вами быстро различать опасности. И через два года, уже в 1908 году, она говорит снова, уходите из городов. Вот моя весть для воспитания наших детей. Так что, дорогие мои братья и возлюбленные сестры во Христе, если к вам кто-то приедет проповедовать о том, что весть покидать города и переезжать в сельскую местность еще не актуальна, и более того, она ложная весть, то вы, зная истину, наставьте такового брата с любовью Христовой. Наставьте его на истину в этом вопросе. Возможно, этим вы остановите его на пути ведущему в погибель, потому что он сам идет в погибель и свою семью туда ведет. И если он это поймет, то Господь сможет его спасти и его семью, и использовать его как свое орудие. И, возможно, дорогие, это единственный его шанс в ваших руках. Не потеряйте его, а используйте для славы Божьей. Да будет милость Божья с вами. Аминь. Дорогие мои братья, я хочу также вам сказать, что ссылочку на конспект этой темы я оставлю в описании под видео и в первом закрепленном комментарии. Посему используйте эти знания и работайте, спасайте своих братьев и сестер и своих детей. Слава Богу за эту весть и слава Богу за каждого из вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!